Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактун Сайфу. Читаю отрывки главы из моей книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Глава двадцать третья «Жизнь здесь и сейчас. Жемчужное ожерелье из счастливых мгновений жизни». Единственное, что может со мной случиться сегодня, это ещё один прекрасно прожитый день, года шеф. Счастье, успех и богатство стоят и ждут у дверей вашего дома и готовы появиться в вашей жизни, но вас никогда нет. Вы либо бродите в прошлом, либо грезите о будущем. Вы продолжаете мечтать и искать, а процветание не может достать вас, потому что оно стучится в настоящем. Очень хорошо сказал об этом Стивен Люкок. Как странно, мы проводим тот маленький отрезок времени, называемый нашей жизнью. Ребёнок говорит, когда я стану юношей, ну что это означает? Юноша говорит, когда я стану взрослым. И, наконец, став взрослым, он говорит, когда я женюсь. Наконец, он женится, но от этого мало что меняется. Он начинает думать, когда я смогу идти на пенсию. А затем, когда он достигает пенсионного возраста, он оглядывается на пройденный им жизненный путь. Как бы холодный ветер дует ему в лицо, и перед ним раскрывается жестокая правда о том, как много он упустил в жизни, как всё безвразвратно ушло. Мы слишком поздно понимаем, что смысл жизни в ритме каждого дня и часа. Выделено автором. Кстати, об этом очень хорошо говорит нам в своей лекции, можно посмотреть на ютубе, Наталья Грейс. На эту тему. Я хочу добавить, в общем, поясню мою мысль. Она очень хорошо показывает такой график и рассказывает. О людях, когда им 20, когда им 30, а когда им уже 40, про то количество энергии, что та энергия, которая у молодого человека, когда 20, не надо сравнивать его с 40-летним. Она об этом очень колоритно говорит, очень интересно, в общем, как-то достаточно жестко. Я бы сказала, очень жестко она об этом говорит. По крайней мере, я слушала её лекцию. Так что вот, что нужно успеть многое до определённого возраста. Смысл в этом? Ну, я думаю, что даже определённую часть людей, я так понимаю, что ей наверняка удалось этим замотивировать. Просто здесь такой более, знаете, такой романтический вариант. А у неё достаточно жёстко и, в общем, как-то вот так вот, жёстко, точно жёстко, говорится в её лекции. Хорошо. Дальше. 198-я страница моей книги. Из чего же состоит наша жизнь? Из мгновений. Вот это мгновение. Оно наступило и уже ушло. Вот этот день. Такого дня уже не будет никогда. Если вы ворошите своё прошлое и тревожитесь о будущем, то получается, что вы где-то витаете. А здесь и сейчас вас просто нет. И от вас ускользает самое ценное в вашей жизни. Наша задача – суметь насладиться жизнью и извлечь из неё самое лучшее. Необходимо собрать как можно больше счастливых и радостных мгновений. И тогда наша жизнь будет становиться всё более волшебной и счастливой. Отложите свои три боги в сторону и уделите внимание тому, что происходит в настоящий момент. Ощутите себя в текущем моменте. Скажите себе, что вы будете решать проблемы по мере их возникновения, а не заранее. И что прощаться с ними, когда они решены. Кстати, я была много лет назад, в 2004 году, на лекциях Натальи Грэйс. И она у меня спрашивала. Когда она узнала, что я была на семинаре, прослушала курс лекции Натальи Борисовны Правдиной, она очень интересовалась. в чём же, в общем, что, чем же она вот отличается. В общем, она очень интересовалась, что почему Наталья Правдина, вообще её книжки так популярны, и чем вообще она, в общем, так вот привлекает. Что такая у неё популярность. Не знаю, я ей как бы так это ответила более мягко, но сказать более жёстко, что, конечно, у Натальи Грэйс такие жёсткие, понимаете, такие, достаточно жёсткие она. По мужскому типу достаточно жёстко. А у Натальи Борисовны Правдиной, как я вам озвучивала на другом видео, вообще любит Наталья Правдина написать, так что вот, про волшебную палочку, про сумочку, чтобы создать свою волшебную палочку, так что вот, про сказочные какие-то яхты, которые там, вот, бороздят, белая яхта, на которой мы с вами. Так что вот, тема не отличается. А у Натальи Грэйс так, в общем, 30, 40, 50, и конкретно она ещё так рассказывает, какие-то такие подробности, которые я не хочу сейчас озвучивать, вы просто посмотрите. Ну, она говорит, что она, у неё медицинское образование у Натальи Грэйс, то есть она ещё с такими медицинскими, физиологическими подробностями ещё как-то рассказывает, и, в общем, получается достаточно очень жёстко. Ну, я так понимаю, что просто разные континенты людей, слушателей у них, просто разные люди, я так понимаю. Кого-то мотивирует одно, кого-то мотивирует другое, просто разные. Ну что, не будем отвлекаться. О странице 199 моей книги «Тайная психология денег. Секрет полгодского просветания». Не надо обращаться к тому, что уже позади или ещё не наступило. Лучше сосредоточиться на том, что перед вами сейчас. Иначе вы и сами не заметите, как упустите свой шанс и благоприятные возможности. Благословите своё прошлое, оно уже ушло, а впереди вас ждёт бесконечная радость и процветание. Скажите себе, безграничный разум открывает для меня фантастические возможности. Сегодня день чудес. Повторяйте эти волшебные слова каждый день. Многим кажется... А, кстати, вот ещё хочу добавить, совсем ещё раз перечитала. В 2004 году эта книжка Натальи Борисовны Правдиной вышла, которая я вам, кстати, на моей странице ВКонтакте, Татьяна Салмановна через дефис, Мактум Сайфудин через дефис, поместила часть отрывок из книги Натальи Правдиной о том, что она пишет, что своему личностному росту она очень обязана вознесённому мастеру Сен-Жермену, что она читала его веления, и вообще книжку читала. И она, в общем, как говорится, вот считает, что её такой стремительный взлёт, её такой вообще личностный рост связан с... Вот Сен-Жермену... Можно сказать, просто такая фантастик. Что это такое добрый день фантастик. Так что вот, сегодня день чудес. Повторяйте эти волшебные слова каждый день. Многим кажется, что когда они заработают энну сумму денег, получат желаемую работу или что-то ещё, вот тогда они действительно будут счастливы, и у них начнётся другая жизнь. А жизнь, между прочим, идёт и проходит мимо тех, кто не замечает этого момента, этой минуты, этого дня. Да? Знаете? Совершенно шикарная, совершенно шикарная майская погода. Свежий ветерок, солнце. Понимаете? Наслаждаться. Понимаете? Вот сидеть, наслаждаться. Солнцем, ветерком, деревьями, листочки совершенно недавно распустились. Читать великолепные книги. Маме! И, конечно, после моего такого завтрака с чаем короны Российской империи и мороженое. У меня сегодня на завтрак был чай, короны Российской империи и мороженое, которое я купила сегодня в магазинчике в Сенешок. Так уж три года. Чайф. Давай- tah- Nueva discord have me to longer nice news. Medicaid be to me also number two Evident yea 핑ы and kiss and kiss dirigono to the